В последнее время голова начала болеть. На погоду, наверное. А когда началась? Да вот сегодня целый день. Семь лет назад анголец Альфреду приехал в Россию, чтобы выучиться на медика. Но после получения диплома с возвращением домой решил повременить. В Белгороде нужны специалисты. Давление у вас немножко повышено. Полученные в университете знания закрепил еще в 20-м, когда работал в ковидной бригаде. Сегодня Альфреду трудится на станции скорой медицинской помощи и параллельно занят волонтерской деятельностью. Мы приехали не только чтобы учиться, а чтобы делать добра. В решении задержаться в России сыграла роль еще и любовь к славянской культуре и кухне. Мне очень понравился, например, борщ. Питаюсь каждое утро. Когда на Украине началась спецоперация, на родине стали переживать за Альфреду. Родственники, конечно же, звонили, звонили каждый день и спрашивают, как у нас дела тут. Все нормально. Работа, мы учимся. И пока ничего страшного. На призывы вернуться домой Альфреду ответил отказом. Как и Монар. Девушка приехала из Израиля. Учится в магистратуре на психолога. При этом старается всесторонне развиваться. Не первый день интересуется политикой, а потому понимает в происходящем больше других. Восемь лет Россия питалась мирным путем решить вопросы с украинцами. НАТО и американцы. Понятно, что они заинтересованы в происходящее. За это время они накачали нацисты, которые в Украине накачали не только ненавистью, русофобией, да еще и оружием. А это Мустафа. Его родина Ирак. Здесь он учится в медицинском. Трудится медбратом. То, что сейчас происходит, его не удивляет. Когда-то американская демократия постучалась и в его двери. Чтобы помогать. Но показалось, что нет. Именно пришли за нефть. Поэтому ситуация стала хуже, потому что мы не хотели, что они у нас, а они дальше. Поэтому была война. Англичанин Ян приехал в Россию не учиться. Учить английскому языку. Планировал на год, но уже живет здесь седьмой год. Прикипел к студентам. А еще встретил в Белгороде свою любовь. В связи с последними событиями на его родине в Англии, как и во многих странах мира, русофобия получила сильный толчок. Ян считает, что всему виной неосведомленность людей. Мои друзья западные совсем не понимают ситуацию у нас. У меня образование по истории и так далее. И поэтому для меня это не было так сложно понимать, что происходит. Зачастую за границей люди слышат только официальную позицию своих государств. Во многом это и определяет их сознание. Мало источников, особенно от России. Вот наш взгляд, как это смотрится от нас, я думаю, что пока никому известно. Наши государства, они посоветовали нас, надо уехать домой, скажем так. Но я считаю, что это мой дом, я живу здесь, это мой выбор. Глеб Дудкин, Дмитрий Коваленко, Виталий Петренко и Никита Дереглазов. Такой день на мире Белогорья.